Несмотря на то, что Виноградов был задержан на месте преступления, следствие предстояло провести огромный объем работы, чтобы установить истинные мотивы и предпосылки, которые способствовали совершению столь жестокого преступления. Проанализировав полученные доказательства, следствие пришло к выводу, что Виноградов готовился к преступлению, причем на протяжении длительного времени. Ну а само решение осуществить показательную расправу над коллегами возникло на почве разрыва отношений с девушкой, которая работала в соседнем отделе. Так установили следователи именно желание самоутвердиться на почве банальной любовной неудачи и мотивировало его на совершение этих безжалостных преступлений. Видимо, только взяв в руки оружие, Виноградов почувствовал себя мужчиной, как он сам потом признался в ходе допросов. И при этом ключевым условием его плана являлось именно то, что его бывшая девушка должна была видеть эту жестокую расправу над беззащитными коллегами. На протяжении года он готовился к преступлению, купил два 12-калиберных охотничьих ружья, боеприпасы, 8 магазинов, даже специальную экипировку и лазерный прицел. И даже прошел обучение в клубе по спортивной стрельбе, чтобы научиться стрелять более точно и прицельно. Ну, можно себе только представить, что уже тогда Виноградов вместо мишени в прицеле видел испуганные лица своих коллег. Но нормальному человеку, наверное, трудно вообще понять, что испытывал в те роковые минуты, когда расстреливал ни в чем не повинных, полных сил и строивший какие-то планы на будущее молодых людей. Но самое жуткое, что в этой трагедии, внесшей 6 жизней, ведь могло быть значительно больше жертв, если бы не смелый поступок одного из коллег, потерпевших Юрия Марченко, который смог обезвредить Виноградова, воспользовавшись тем, что у того закончились патроны в одном из ружей. Так вот, как рассказал Виноградов на допросе, он ведь планировал использовать все 150 патронов, которые взял с собой в тот день. И как он признался позже, единственное, о чем он жалеет, что убил недостаточно генетического мусора, как он назвал людей в своем манифесте, опубликованном накануне в интернете. И даже исследователь, который со многим сталкивался в своей практике, порой не мог чисто по-человечески до конца понять и осознать мотивы такого жестокого, но ни по каким меркам неоправданного злодейства. Я считаю, что это можно объяснить только одним. Как раз тот самый мусор находился и находится в его голове и душе.